QM and E Innovation. Quality Management and Engineering in Innovation. Это переводится буквально так. Управление качеством QM, Quality Management, в области инженерных задач, в области изобретательских задач. Очень точно соответствует тому, чем мы занимаемся. И, наверное, главной отличительной особенностью той платформы, которую у нас есть, мы называем ее главной теоремой инноватики. Так, напыщено. Люди развивают технические системы направления устранения недостатков. С помощью методов аналогии, на самом деле. Используют для этого самые доступные в момент создания технического решения ресурсы. Вот здесь две категории. Недостатки, ресурсы. Значит, и для того, и для другого существуют классификационные системы. Мы сделали первые версии классификационной системы недостатков еще в 2006 году, когда мы все дружно работали на Самсунге. Кто где. Значит, а потом стали ее наполнить примерами из своих проектов до настоящего времени. Это был период 2005-2006 год. Василий Алексеевич Линяшин, тризмастерный, непокойный. Он даже щеголял термином «вредная машина». Вредная машина – это идеальная машина. Недостаток – это, на самом деле, техническая система, которой нет, а функция ее выполняется. Покойный Александр Сергеевич Кынин, первый тризмастер после Альшулеровской плеяды, тоже ныне покойный. И я тогда еще очень молодой человек, мне было 45 лет всего лишь. Мы все дружно, очень увлеченно этой темой занимались. Потом к нам пришел Юрий Саныч. Мы стали уже делать проекты вместе после смерти Василия Алексеевича в 2017 году. Олег Хомяков, тоже работник Samsung SDA в течение четырех лет, работал с нами, с нашей компанией всегда, еще до прихода Саныча. И Дмитрий Назаренко – доцент, кандидат наук, электронщик с нами. Сначала работал просто как эксперт в области электроники, а потом стал одним из очень важных, я бы даже сказал, наиважнейшим сотрудников в области верификации. Потому что все мы делаем только через верификацию. И нельзя заказчику давать идеи, которая не подкреплена доказательством. Ну, неважно. Слева вы видите классификационную систему недостаток, которая первоначально состояла из 36 типов, а потом стала из 30 типов и наполняется базой данных. Вообще говоря, речь идет о том, чтобы связать между собой две классификационные системы. Одна классификационная система – это, предложенная гениальным Гедрихом Саулычем Мальшулером, это классификационные системы методов создания изобретения. Она включает в себя 40 методов, но на самом деле эти 40 методов состоят из большого количества подметодов, поэтому на сегодняшний день общее количество этих подметодов около 200, но принято говорить 40. И 40 плюс 10, потому что сначала каноническими стали 40, ну, сначала было вообще там 10, 15, 30, то есть это же не мгновенно все создавалось. Вот, а потом возникла ситуация… I don't know, sorry, sorry. А потом стала создаваться система из стандартов, и систему приемов начали задвигать, вот, незаслуженно совершенно. И в этом я вижу грех снобизма, который не заставил вовремя обратить внимание на то, что это очень важное направление. Ну, а наш коллектив связал между собой классификационную систему из сегодня как бы 30 недостатков и 40 методов. И в этом направлении делал свои научные исследования. Чуть подробнее об этом. Значит, к счастью, появилось русское преподавание в 2017 году, и удалось создать несколько групп исследовательских, которые занимались поставкой, написанием своих собственных учебников. Всего учебников было написано 14-15, хотя вы видите, что вот в этот проект, который я назвал «Талантливая Россия», удалось вовлечь, ну, в общей сложности 30 человек. Ну, вот если не считать меня, там, и других наших сотрудников, Саныча, Олега, вот, 14 из них написали свои собственные учебники, и пока они писали учебник, они прислали примеры. Примеры должны быть качественные, я их обрабатывал для того, чтобы они были качественными. В итоге у нас получилась база данных из очень качественного набора примеров. Значит, это большая часть из наших проектов, и та часть, которую присылали свои курсанты, кстати, из своих собственных проектов, или найденных, но отобранных и проверенных с точки зрения того, что такое, где там у нас прототип, где у нас изобретения, как они между собой связаны. Поэтому у нас получился очень качественный материал для того, чтобы сделать статистический анализ. Этот статистический анализ лег в основу того, чтобы мы могли пользоваться всеми этими дарами развитого сообщества теории решения изобретательских задач и сделали для себя справочники и софты. То есть вот этот... Значит, у нас есть учебное пособие, которое поставляется вместе с тренажером. Тренажеров у нас уже очень много софтов сделано. Ну, во всяком случае, мы главным образом стараемся научить людей уметь узнавать в окружающей среде 40 приемов, потому что эта ситуация похожа на ситуацию изучения английского языка. Если ты узнаешь английское слово в чужой речи, значит, ты его точно знаешь. А не узнаешь, значит, будем тренироваться. Не хотите спать, будем тренироваться. Вот. И на сегодняшний день у нас вот есть вот эта база данных примерно уже из пяти тысяч хорошо описанных и, не скрою слово, оцифрованных изобретений и база данных, которая построена сугубо на самой теории недостатков или теории вредной машины. Правда, теория вредной машины, она интеллектуально очень затратная. А база данных на основе 30 недостатков, ну, такой для очень быстрого, нахалявого поиска прототипа. Может, повезет, а может, нет. Вот. Значит, дело в том, что этот обильный экспериментальный материал позволил нам проанализировать все приемы в части, касающиеся их способности устранять те или иные недостатки. И благодаря этому исследованию получилась таблица, которую вы видите на экране. В этой таблице слева вы видите название всех типовых недостатков, всех существующих типовых недостатков в природе, а в правой колонке вы видите те приемы, которые могли бы эти недостатки устранять. У нас же материал качественный, мы взяли его, прошерстили, пролопатили и получили вот эту таблицу. Получили эмпирическую установленную связанность между множеством 30 и множеством 40. Доктор технических наук Александр Привень, работник американской компании Корнинг, это компания стекловаров, она существует больше 100 лет в США, значит, он нам все это дело запрограммировал и сделал, превратил это дело все в софт. Ну и вот дальше ситуация выглядела так. Есть такой мем, общераспространенный в отношении того, что автомобили появились только благодаря тому, что лошади закакали навозом весь Нью-Йорк в 1894 году. Даже на этот счет есть статья в Википедии, значит, кризис 1894 года, когда все газеты писали, что через 5 лет уровень навоза будет там 9 футов, это что-то типа, наверное, там, не знаю, 3 метров, и из дома будет выйти нельзя. Вот. Но хочу вас огорчить. Дело в том, что одной причины для появления изобретения никогда не бывает. Недостатков всегда несколько, функций всегда несколько, и приемов, методов, с помощью которых создается то или иное изобретение, всегда несколько. Это плохая новость, но она не так плоха. Поэтому, если мы с вами рассмотрим задачу о навозе, то нужно будет просто пройти по таблице. Ну, смотрите, навоз является вредными веществами. Да, конечно. Значит, ставим цифру 1. Можно ли сказать, что причиной появления автомобиля стало маленькой производительности? Да, конечно. Почему же нет? Можно ли сказать, что причиной появления автомобиля вместо лошадей появился недостаток, необходимость убирать вещества? Да, конечно, появилась, потому что уборщики не справлялись. Можно ли говорить о том, что автомобили заменили лошадей, потому что был недостаток, большое энергопотребление при включении? Разумеется, лошадь накормить надо. Можно ли говорить о том, что здесь фигурировал недостаток, маленькая дистанция пробега? Конечно, вы знаете, что автомобиль может проехать гораздо дольше, чем лошадь, потому что она ограничена. Можно ли говорить о том, что есть недостаток номер 20, большое время перезарядки? Безусловно, есть. Можно и говорить о том, что есть недостаточный уровень исполнения функции перевозить грузы. Безусловно, он есть. И таким образом, смотрите, у нас получился спектр изобретательской задачи 1, 3, 5, 10, 17, 19, 20 и 27. Ну и теперь нам можно перейти в софт и получить, натыкать этих кнопок в софте. А софт вам расскажет, в каких ячейках могут находиться наиболее перспективные идеи. Так, давайте перейдем о спектру изобретательской ситуации к спектру наиболее вероятных зон нахождения прототипа в ячейке, в разных ячейках классификационной системы 40. Ну и, значит, статья в Википедии пишет так, что проблема чрезмерного скопления конского навоза на улицах была решена распространением автомобилей-автобусов. Вот, то есть речь идет, вообще говоря, о двигателях внутреннего сгорания. Да, и электрифицированных трамваев. Соответственно, речь идет у нас о электрических моторах. Долива-Добровольский, постоянный ток, 1905 год и прочее, прочее. Значит, электрифицированные трамведи, которые заменили лошадей в качестве средств передвижения в больших городах. Ну и, поскольку вы хорошо, безусловно, хорошо знаете, что такое 40 методов решения изобретательских задач, легко предположить, что вот это с технических решений автомобиль и трамвай, они, безусловно, описываются приемом номер 28. Правда же? Да, потому что у нас идет отказ от механической системы, но в данном случае имеется в виду смена, драматическая смена принципа действия от гужевого транспорта к какому-либо транспорту, электрическому или автомобильному. Вот, и если мы говорим про автомобильный транспорт, то в той работе софта, который вам должен давать подсказки, в каких ячейках их искать, вне всякого сомнения, там должен быть прием фазовые переходы, потому что какой бы вы мотор ни взяли, хоть электрический, хоть паровой, там все равно будет фазовый переход, согласитесь, да, потому что у нас жидкость или дрова были твердые, значит, они превратились, значит, в огонь и нагрели воду, и вода из жидкости превратилась в пар, и получился паровой мотор. Или у вас газолин, бензин, дизель изменили свое агрегатное состояние, и вы этот фазовый переход от жидкости к газу использовали для того, чтобы создать техническую систему. Ну и учитывая то, что у нас все-таки, значит, еще есть, тут фигурирует трамвай, а у трамвая источник энергии, вот он прямо самообслуживает, да, то есть ему не надо источник энергии с собой возить, он сам себя обслуживает, потому что он включен в техническую систему. Ну и таким образом дальше мы можем с вами просто-напросто перейти в софтверные решения, и посмотреть, насколько адекватно оно будет отвечать на тот спектр изобретательской ситуации, который мы с вами описали. Переоткроем софт. Открыли софт, а софт у нас сделан в бессмертной программе Excel. Вот у нас, значит, задача наша вписать сюда изобретательскую ситуацию, впиши номера недостатков N1, N2, N3, N4, тра-та-та-та-та-та. Значит, софт рассчитан на 10 окон. Ну, значит, у нас спектр был 1, дальше было 3, дальше было 5, дальше было 10. 10 – это большое энергопотребление, при включении лошадку надо накормить. Дальше было 17, а 17 – это у нас маленькая дистанция пробега, потому что лошадка бегает мало и плохо. Дальше у нас было 19, а 19 – это у нас маленькое время жизни системы. Ну, автомобили живут дольше, чем лошади. Дальше у нас было 20, а 20 – это у нас большое время перезарядки, потому что лошадку долго надо кормить и лечить, чтобы она отдыхала ночью. И дальше у нас мы записали 27. 27 – недостаточный уровень исполнения функции. Ну, а первое я не сказал. Первое – это, конечно же, вредные вещества, имеется в виду навоз, который всех мучил. Три – это маленькая производительность. И самый главный, который лежит на поверхности для любого человека, того периода – это 5 – необходимость убирать вещества. Ну, и смотрим, что нам софт, значит, рекомендует. Значит, в красных окнах более высокая вероятность, в желтых окнах вероятность среднего уровня, а в голубых окнах низкая вероятность. Будем смотреть, конечно, красные окна. Значит, вот три попадания объединения. Ну, объединение имеется в виду, на самом деле, прием номер 5 – умножение функции на число. Ну, запомним это. Да, конечно, у нас там есть умножение функции на число, потому что везде есть колеса, и никуда от этого не денешься. Дальше. Два пропускаем, потому что желтый есть, еще красный. Так, 13. Значит, видим, что у нас, значит, три попадания в прием номер 13 сделает наоборот, и три попадания в сфроидальность. Значит, замените поступательное движение на вращательное. Приняли к сведению. Далее. Желтые и голубые ячейки пропускаем. Значит, три попадания в проскок в 21. Понятно. Приняли к сведению. Далее. Три попадания в обратную связь. Ну, это уже ближе к теме, да, потому что, на самом деле, и автомобиль, и трамвай, они без приема номер 23 обратной связи обойтись не могли. Вот. Ну, и посредник, да, конечно, посредник – это такой универсальный прием, который есть везде. Три попадания в него. Это как в морском бое, да. И дальше мы смотрим. Ага. Вот смотрите. Значит, самообслуживание видим, а мы про самообслуживание с вами говорили, он должен был быть, он есть, да. Значит, и вот наибольшее количество баллов набрал отказ от механической системы. Тот самый прием 28, который обуславливает описание перехода, смены принципа действия. Да, он набрал большее количество попаданий. Это же не рулетка, это все-таки анализ статистики, которая у нас есть. И на достаточно богатом материале. Так, смотрим дальше, что у нас есть. Так, смена агрегатного состояния. Четыре попадания. А у нас что, нету? Значит, и паровые моторы, и газовые моторы, и дизельные. Смена агрегатного состояния, не всякого сомнения, есть. А фазовые переходы – пять попаданий. То есть, наиболее высокая вероятность решений находится в области фазовых переходов. Пять. А фазовые переходы – это у нас как раз прием номер 36, про который мы говорили, и который мы ожидали здесь увидеть. Да, мы его увидели. Ну и что у нас еще? Инертная среда – три попадания. Вот почему-то сильные окислители – всего два попадания. В желтом окне она оказалась, хотя здесь он должен был быть посильнее себя проявить. И почему-то композитные материалы – четыре попадания. Ну, композитных материалов ни в трамваях, ни в первых автомобилях мы не замечали, но не важно. Важно то, что софт вполне адекватно отреагировал на тот спектр изобретательской задачи, который мы ему задали. Хотите – верьте, хотите – нет. Софт бесплатный, поэтому никакая не реклама. Любой человек может его скачать. Ссылка будет в описании. Спасибо большое за внимание. Если у вас хватило терпения досмотреть этот ролик до конца, значит, вы действительно имеете большой интерес к изобретательскому делу.